Роза плетистая квадра. Роза канадской селекции. Представлена в 1994 году. Лучшие селекционеры Канады занимались выведением этого сорта. И они ее создали. И она лучшая среди канадских плетистых роз. По устойчивости к морозостойкости. И совершенно устойчиво почти ко всем заболеваниям не болеет. Эта роза цветет с июля до поздней осени. Посмотрите, какие у нее красивые бутончики. Вот она только начинает цвести. Плетистый куст отлично чувствует себя на любой опоре. И может достигать высоту до 2 метров. Стебли слабо шаповаты, покрыты блестящей листвой. Хорошо гнутся и легко перегибаются к любой опоре. У меня небольшая опора, видите как? И они хорошо стоят. Аромат легкий, фруктовый. Куст также очень красивый, с блестящей листвой, прямо стоячий и с изогнутыми побегами. Побеги отгибаются, потому что очень тяжелые цветки. Очень их много и они собраны от одного до четырех кистей вместе. Сорт квадро. Необычайной красоты. Сотни ярко-красных лепестков уложены идеально симметрично, как у старинных гальских роз. Лепестки загибаются к центру, напоминают пионы. А по мере распускания цветка лепестки начинают отгибаться вниз. Видите, какие красивые цветочки. Их много, поэтому и отростки гнутся, потому что тяжело. Цветки тяжелые, их сразу несколько. А вот здесь, видите, у меня рядышком дельфиниум растет. Красивый куст. И сзади желтенькая роза моя. Я еще посажу белую. У меня есть такая белая, выращивается с черенка. Соседка мне дала. Я посажу тут к ним еще белую. Видите, какие красивые пионы видные. Такие вот лепесточки. Потом они отгибаются и, конечно, до серединки. Серединку потом видно. Но красивый. Очень красивый куст, который радует меня. А вот дельфиниум расцвел. Около этой розочки. Красная, синяя. Очень хорошо стал сочетаться. А на заднем плане у меня желтое плетистое. Видите, как здорово, красиво получилось. Дельфиниум такой сильненький, синий, большой. Вот, видите, они собраны в соцветия. Ну, как же по обегу не гнуться, когда столько цветочков. Там вон еще бутон, и они еще распустятся. Как ему не гнуться от такой тяжести цветков. Очень благодарные розы. Очень обильно цветет. Ароматная. Видите, какие у нее побеги. Толстенькие, прямо стоячие. И она очень хорошо отращивает корневую систему. И у нее мощная корневая система. То есть даже если они вас подверзнут, она быстренько потом восстановит. А вот уже сентябрь. Видите, остались, конечно, такие по одному цветочку, разовые. А эти фотографии, которые я сделала, как она с дельфиниумом сочеталась. Эти красивые фотографии получились. То есть она красиво сочетается с другими растениями. А какие красивые у нее бутоны. Когда их много, очень красиво. Вот июль месяц она цветет. Необыкновенно красиво. Продолжение следует...